Камарин – городской поселок в Брагинском районе. Он находится рядом с украинской границей. Отсюда до Чернигово около 60 километров, до Чернобыля меньше 40. Весной через этот населенный пункт проходил гуманитарный коридор для беженцев. Сейчас машин на иностранных номерах здесь не встретишь. Мосты через Днепр взорваны, а вдоль пограничной полосы действует особый пропускной режим. Его ввели еще с 1 июня, несколько раз продлевали. На этой неделе постановление правительства придало ему бессрочный характер. Продиктованы соблюдением безопасности на государственной границе и, безусловно, безопасностью граждан, которые здесь проживают. Обстановка стабильная и нами абсолютно контролируемая. Ограничения коснулись погранполосы Луевского, Брагинского и Хоинькского районов. Въезжать и оставаться на этой территории могут только местные жители, их родственники и те, кто находится там по служебным или рабочим обязанностям. В случае исключительной необходимости нужно подать запрос в Госпогранкомитет. Лично или в электронном виде. Заявки рассматривают в течение пяти рабочих дней. Люди к такому ограничению относятся с пониманием. Расстроены, пожалуй, только любители зимней рыбалки, которые рассчитывали на щедрый улов с Днепра. Пока наши бойцы и на белорусско-украинской границе работают в усиленном режиме, поселок продолжает жить в обычном ритме. В Комаринской школе последний учебный день перед каникулами. Это учреждение имеет богатую историю. В следующем году ему исполнится 160 лет. В нашей школе обучается на данный момент 262 ученика. Год был сложный, но уже у нас окончание учебной четверти, учебного полугодия. У детей предпраздничное настроение. Праздничное настроение ощущается и в объектах торговли. Люди готовятся к предстоящим торжествам и продумывают меню на новогодний стол. Люди закупаются уже, берут и на салат, и колбасу берут, и горошек на оливье. Несмотря на то, что Комарин – отдаленный населенный пункт и один из самых южных на карте Беларуси, ассортимент в магазинах представлен не хуже, чем в райцентре. На полках есть все нужное. Ажиотажа среди покупателей нет. Все есть в магазине, все есть. Все завозится, все свежее. Отлично вообще. Оценить обстановку в конце года в подконтрольный регион приехала сенатор Алла Смоляк. Кроме приема граждан, у нее сегодня и другая миссия – поздравить с Новым годом тех, кто встречает его не дома. В местном отделении круглосуточного пребывания пожилых людей-инвалидов находятся 32 человека из Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Каждый из них получил подарки. Это такой ближний район к Украине. И дети ходят в школу, радуются Новому году, как совершение какого-то чуда. Может быть, даже прекращение конфликта в Украине послужит этим чудом в дальнейшем. Ну, конечно, хотелось бы пожелать, чтобы был мир, добро, взаимопонимание. Вопросы трудоустройства, бытовые проблемы, запросы от украинских переселенцев на социальные выплаты – это то, что сегодня волнует людей из приграничного поселка. Сказать, что о своей безопасности они не задумываются, тоже нельзя. Когда Днепр сковает льдом, у соседей появится способ пересечения. Затем, чтобы это не стало лазейкой для провокаций, будут пристально следить наши пограничники.